Музыка Жертва Христа на Голгофе. Пятница, я наибольш скорботному днему році. Розкажите. Да, действительно. Пятница – это самый строгий день поста. Первосвященник вечный, прошедший небеса, переносил себя в жертву искупления, проливает кровь свою за рот человеческий. Искупил нас отклятвую законную, честную твоей кровью. Так церковь пьет. На кресте пригвоздився, и копием проботься. Бессмертие источилось и человеком. Спаси наш, слава тебе. Христос, бессмертный, Сын Божий, ставший ради нашего спасения Сыном Человецким, умирает на кресте. Христос как бы заменяет собой каждый из нас и все человечество в целом. Христос до конца испил чашу страдания. Мы помним эти пророческие слова, которые еще за тысячу лет царь Давид Святым Духом за тысячу лет до Рождества Христова произнес от лица страждущего Мессии. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это Господь взывает с креста. От всего человечества. Мы часто думаем, что самое большое зло – это страдания наши, это болезнь, невзгоды, какие обстоятельства. А самое великое зло – это грех. Это самое великое зло. Так вот, мои дорогие, и страдания каждый из нас несет в свой крест. И верующий, и неверующий. Только верующий, как тот благоразумный разбойник, который был распят рядом с Христом и который покаялся. А неверующий, как тот, который хулил Христа, говоря, если ты Сын Божий, спаси себя и нас. Вот так есть и поныне. Часто бывает, что скорби для многих из нас – это как, ну знаете, усмирительная рубашка для безумного. Это вот те заградительные барьеры на нашем жизненном пути, которые установлены милосердием Божьим. Бог часто тормозит нас через скорби, через болезни. Как говорит послание апостола Петра, страдающий по плоти перестает грешить. Как часто человек, когда начинает болеть, он как бы в себя приходит. Он приходит в себя, то очень важно прийти в себя, как тот блудный сын, он расточил все на стороне, богатство свое, все таланты. А потом пришел в себя и сказал, сколько наемников в доме отца моего хлебом избыточествуют, а я здесь погибаю. Я встану и пойду к отцу моему и скажу, я согрешил на небо пред тобою. Вот это прийти в себя, как безумному. Ах, очень хорошо это в украинском языке, божевильный, вильный вид Бога. Как часто мы по своей свободе же уходим далеко-далеко, а свобода – это высший дар Божий нам. Через скорби Господь нас призывает, и многие приходят к споре. Вот и Христос, страдалец, он первый, первый страдалец. Все, все скорби мира взял на себя. Умирает на кресте и взывает, Боже мой, Боже мой, до чего ты меня оставил? Помоги нам, Господи, дорогие братья и сестры, хотя бы в этот день, в Великой Пестрастной Пятнице, осознать, какой ценою даровано нам, дорогие братья и сестры, вот эта жизнь. Ценою Бога-человека, Мессии-Страждущего, умирающего за род человеческий. Как великий один монах молился так смиренно. Господи, знаю, что я свинья, но я же Твоя свинья. Должны понимать, мы Твое творение, Господи, мы оскорбляем Тебя. Но другого Бога разве Тебе не хотим знать? Не поклоняемся чужим Богам. Тебе распятому ради нас поклоняемся, Тебе одному служим. Помоги нам, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok